Кремлевская власть готовит население к затяжной войне с Украиной, чтобы объяснить гражданам Российской Федерации, почему видимых успехов на поле боя нет, как и нет, собственно, определенности насчет срока в окончании войны. Кремль меняет риторику. О последних заявлениях российских топ-чиновников и о том, как же представители властей страны-агрессора пытаются развернуть информационную машину, об этом смотрите далее. Россия придумывает новые угрозы, якобы исходящие от Украины, и определяет новые цели своей агрессии. Во время открытого урока разговор о важном в Калининграде 1 сентября Владимир Путин заявил о необходимости уничтожить на территории Украины так называемый антироссийский анклав. Наша задача – защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав. Эти слова свидетельствуют о том, что страна-агрессор планирует собрать новые силы для наступления на Украину. К такому заключению пришел Американский институт изучения войны. «Повторение Путиным утверждения об антироссийской организации, которая должна быть разгромлена военным путем, чтобы защитить Россию, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, вероятно, направлена на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию сил осенью и зимой этого года». Из отчёта Института изучения войны. В том, что война не закончится быстро, уверена и украинская власть. Владимир Путин поставил всё на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться на то, что он остановится и не попытается довести её до логического конца – самообман. «Сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что русские выгорают. Но мы знаем, как тяжело сегодня работает их ВПК. Мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены». Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью польскому изданию «Выборча». Потери российской армии значительные. Резерв почти исчерпан. Чтобы продолжать войну, в Кремле решили увеличить численность военнослужащих. Так, в конце августа Путин сообщил о решении добрать в армию 137 тысяч военных. Всех их нужно одеть, обуть, накормить и обеспечить техникой. Но несмотря на то, что экономика трещит по швам, денег на продолжение войны в России не жалеют. «Россия резко увеличила финансирование своей военной сферы. То есть, военно-промышленный комплекс получил сотни миллиардов дополнительных денег для того, чтобы хоть как-то восполнять потери техники и вооружений, которые несут на фронте от наших вооруженных сил». План Блицкрига провалился. Захватить Украину ни за три дня, ни до 9 мая, ни до Дня независимости российской армии так и не удалось. Москве приходится менять не только свои планы, но и методички. Теперь Кремль готовит население России к затяжной войне. Это подтверждают последние заявления топ-чиновников страны-оккупанта. «Цели нашей внешней политики в этой ситуации остаются неизменными. Это обеспечение нашей национальной безопасности надежным образом. Это формирование максимально благоприятных условий для нашего развития». Еще недавно целями войны называли деноцификацию и демилитаризацию. Позже – якобы защиту населения Донбасса. Теперь же акценты изменились. От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации и Федерального собрания России на сайте Совета Федерации. Эти заявления – попытка доказать россиянам, что война – это вопрос выживания Федерации. Слова о мнимой деноцификации заменили на беспокойство об угрозе безопасности. Именно такая трактовка позволяет объяснить, почему спустя полгода очевидных успехов у некогда Второй армии мира нет, как нет и хотя бы приблизительных перспектив окончания войны. Валерия Никипелова для телеканала Freedom. Сейчас с нами на связи Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала, автор Empire. Ольга, здравствуйте. Как всегда, рада вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. Давайте обговаривать вот эту ситуацию, почему Кремль вдруг решил менять акценты главные. И как вы считаете, связано ли с этим? Начнем с самого конца, наверное, даже так. Последнее время, за полгода последняя полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины, довольно популярными в российских социальных сетях, в сегменте российском, стали такие персоны, маргиналы, я бы даже так сказал, как Прилепин, как Гиркин, как Дугин. Гиркин очень популярен, кстати, еще скажу, в украинском сегменте, но, я думаю, украинцам больше нравится, как господин Гиркин ноет. Но это уже другой немножко аспект. Этих персон называют ультра-националистами, либо же просто националистами. Смещение акцентов, оно не связано с тем, что вот у подобных радикалов возрастает популярность, что все больше россиян прислушиваются к так называемым ястребам, которые говорят, что вопрос Украины нужно решить радикально, а Кремль попросту не может этого сделать. Ну, на самом деле, соцопросы показывают, что антивоенные настроения в российском обществе растут. И если сразу после начала полномасштабной агрессии соцопросы показывали, что 72% россиян хочет продолжение войны, то сейчас таких ястребов осталось только 45%, и это падение почти в два раза, очень существенное падение. Поэтому это при том, что мы понимаем, что в тоталитарной стране соцопросы во время войны это такое себе, и процент отказа большой. Поэтому если даже в таких опросах на результат 45%, это означает, что на деле тех, кто хочет продолжение войны, еще меньше. Поэтому на самом деле, конечно, интерес к таким персоналям есть, но это, знаете ли, как любой такой сетевой интерес к наиболее радикальным персонам. Да, условно говоря, то, что называется в русофобском контенте, есть интерес к тем, кто призывает всех русских убивать, вне зависимости от того, кто они есть. Ну, а, соответственно, в обратном сегменте есть интерес почитать тех, кто, наоборот, предлагает убивать псих украинцев. По большому счету, то, что во время войны вот такие радикальные точки зрения, ну, по меньшей мере, для зрителей интересные, ну, это, к сожалению, это естественный процесс. Другое дело, что все-таки, мне кажется, что интерес к наиболее таким радикальным и людоедским позициям, он падает. Поэтому, если мы увидим, что происходят всякие странные вещи, ну, например, Кадыров заявил о том, что пора бы ему уйти с занимаемой должности и отдохнуть. Может быть, это, конечно, была шутка, но, тем не менее, странноватая шутка. Там два военных корреспондента российских убрали из своих аккаунтов букву «З». И вообще есть такое ощущение, что вот этот совсем уже какой-то невменяемый угар российские СМИ пытаются чуть-чуть убавить. Например, Первый канал Константин Эрнст заявил, что на выходных на канал вернется развлекательный контент, потому что с 24 февраля этого развлекательного контента не было вовсе. Можно сказать, что, ну, сентябрь, новый сезон на телевидении начался, но, мне кажется, все-таки они чувствуют усталость общества от постоянных вот этих, так сказать, военных сводок и пытаются начать переключать внимание. А что за этим будет следовать? Это такой длинный заход, потому что вот при таком разжигании ситуации всякими с Соловьевыми, Киселевыми и прочими Скобеевыми, да, сказать, слушайте, а нам вообще надо уже давно на переговоры выйти. Ну, как-то странно. Вспомните еще те старые стамбульские переговоры, про которые сейчас вдруг российская страна стала говорить, что мы на 70% договорились. А что ж вы тогда орали, что все плохо? Да, поэтому для того, чтобы переговоры стали реальностью, надо заранее готовить зрителей к этому. А вот, Ольга, как раз в продолжении того, что вы сейчас озвучили, Атлантикунсел сделали материал, да, центр аналитический. Война еще далека от завершения, но на фоне явно растущей смелости Украины и стремительного вдыхания российских наступательных операций, Путин проявляет признаки стремления вернуться все-таки за стол переговоров. Описывают и длиннющий список хотелок Российской Федерации, вот признание Крыма Российской Федерации до отказа, требований выплат, компенсации и так далее. И описывают, что Украина, да, какие пункты, это возврат Крыма и полностью территория оккупирована, репарации и суд над военными преступниками. Вот этот материал, он такой очень, знаете, он обширный, но можно почитать, о чем пишут. Но вот это к тому, что вы сейчас говорили, что все-таки готовят население к переговорам из того, что мы от вас услышали. И как вы видите, вот Российская Федерация готовит население, но насколько реально готова садиться за стол переговоров, видя, что украинская сторона, ну, не пойдет на те уступки, на которых на сегодняшний день настаивает Российская Федерация? Я добавлю, если Российская Федерация, ну, готовит свое население, в то же время она готовит и лидеров европейских стран. Ведь не просто так происходит газовый шантаж, не просто так происходит продовольственный шантаж, Попытка подтолкнуть лидеров мира, Европейского союза, чтобы они, в свою очередь, подтолкнули украинскую сторону, сесть за ствол переговоров в дворце Долбан-Бахче в Стамбуле, либо же в другом месте. Разницы тут, на самом деле, пока что нет никакой. Все правильно, все правильно. И вот-вот сейчас там все погибнут, все умрут, и поэтому надо что-то делать. Конечно, основной упор таких подковерных переговоров будет идти через Европу. Но, как мы знаем, через некоторые небольшие сливы информации уже с украинской стороны эмиссаров, уговаривавших сесть Владимира Зеленского за ствол переговоров, уже было большое количество. Но ни один европейский лидер не может в качестве ультиматума это выдвинуть, потому что все понимают, что Украина ведет тяжелую кровопролитную войну. И в такой ситуации можно только, что называется, просить, а никак не требовать. Поэтому я думаю, что, да, конечно, такая публичная позиция сторон будет как бы очень жесткая, когда действительно будет готовность садиться за стол переговоров. Ну, мы же это тоже слышали, да, об этом Михаил Подоляк говорил, да, когда все-таки какие-то сдвиги произойдут на фронтах, и Кремль все-таки уже, наконец, полностью поймет, что его хотелки неосуществимы в принципе. 2 сентября сливной бачок Кремля, телеграм-канал Низыгарь, сделал такой пост. Это по Низыгарю можно следить за тенденциями, которые в дальнейшем будут происходить, либо в Кремле, которые будут выноситься, скажем так, на общественное обсуждение на кремлевских, прокремлевских телеканалах. Я зацитирую, понятное дело, это все там в кавычках, мнение экспертов, руководителей лаборатории социальных исследований такой-то о проблеме рутинизации специальной военной операции. Понятное дело, должны стоять огромнейшие кавычки, больше, чем столы Владимира Владимировича. В этом посте говорится о том, что пришло время поменять тональность темы полномасштабной агрессии против Украины. С целью как раз такое, что это рутинизация. Для россиян это стало постоянством таким. И от темы борьбы с нацизмом постепенно, что Кремль из уст Путина, Мишустина и других предметов, Матвиенко в том числе, Лаврова, министр иностранных дел Российской Федерации, от борьбы с нацизмом они переходят к теме, что это война за будущее Российской Федерации. В чем причина настолько кардинальных изменений на самом деле? Тут вы боролись с якобы нацистами на территории другого государства, с антироссией. Сейчас же вы боретесь за свое будущее. Ну, понятное дело, это все в кавычках. Собственно, ситуация, да, ничего не получается. И по большому счету все, что было заявлено, не выполнено ничего от слова совсем. Да, понятно, что что-то было захвачено, но все эти как бы успехи, они происходили по большой части в первую часть войны, там в первый месяц, условно говоря. А дальше уже никаких существенных успехов не происходило. Поэтому то, что никакая специальная военная операция не может длиться больше, чем полгода, это понятно ежу, понятно самому простому обывателю. Поэтому то, что риторику надо менять, это было уже очевидно. Плюс, конечно, экономические проблемы, потому что экономические проблемы продолжают нарастать. И всем становится понятно, что ничего хорошего Россию в ближайшее время не ждет. И как-то тоже надо все это дело собственному населению объяснять. Мы еще посмотрим, что будет в ближайшее воскресенье, потому что 11 сентября во многих регионах страны пройдут выборы. И очень интересно посмотреть. Да, это не федеральные выборы, но тем интереснее. Как ситуация складывается и как изменяется отношение к «Единой России». Не случайно Турчак, это секретарь «Единой России», носится как электровейник от Донбасса до Республики Алтай, пытаясь как-то ситуацию контролировать. Но это не просто потому, что ему так хочется. Это потому, что ситуация очень нестабильна. И очень важно будет увидеть результаты дня голосования. Давайте еще немножечко продолжим. Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Об этом заявил глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist. Президент Российской Федерации потерпел неудачу из-за самой эффективной оборонной киберактивности в истории, которую продемонстрировали украинцы. Отметил Флеминг. Давайте услышим. Использование России наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным. Их информационные операции оказались неуклюжими и были скомпрометированы обнародованием разведданных. А попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибермощностей встретили стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту. Джереми Флеминг. Глава разведывательной службы Великобритании. Для Economist. Это в том числе еще одно доказательство того, как украинцы защищают свою землю и делают контрнаступательные действия, в том числе на киберполе. Еще один аспект, тут Лейла о нем говорила, о договоренностях. Да, и мы так как-то мимо него прошли, но тем не менее. Исходя из нынешней ситуации, исходя из постоянных провокаций Российской Федерации на энергорынке и многом другом, В дальнейшем, как видится, Кремль будет постепенно давать тренды на так называемые мирные инициативы. Одна из которых, Россия приписывает себе приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, хотя ранее отказывались, я напомню нашим зрителям. Ранее говорили, что нет, нет, не нужно нам это все. И, прости господи, Рогов, этот представитель оккупационных администраций российских в Запорожской области, он рассказывал на российских телеканалах о том, что не просто там поляки и литовцы в этой миссии поехали, не просто так, но не о Рогове и миссии МАГАТЭ. Все больше мирных инициатив будет в дальнейшем отходить от Кремля, исходя из того, что, ну, слушайте, надо затягивать пояса, и видится так, что Кремль, ну, понятное дело, Украина не пойдет на те мирные инициативы, потому что они мирные в кавычках, кремлевские. И это даст, как мне кажется, Кремлю очередной повод говорить о том, что Европа и Киев затягивают войну. Европа и Киев не хотят мира, а мы защищаем будущее своего государства. Ну, что называется, не надо было начать. Да, вот несколько дней назад умер Михаил Сергеевич Горбачев. Внезапно мы обнаружили, что он был в власти всего-навсего 6 лет. Ну, сколько всего человек успел сделать за эти 6 лет? И, собственно, сама фигура Михаила Сергеевича показывает, что гораздо больше мужества нужно для того, чтобы войну остановить, а не начать ее. Войну легко начать, но очень сложно ее потом остановить. Поэтому только такие действительно большие люди, как Горбачев, которые смотрят вперед, которые хотят привести свою страну и свой народ в будущее, которые открывают двери в мир, а не закрывают их, не заколачивают их гвоздями, как это делает Владимир Путин. Но такие люди, они останавливают войны. А те люди, которые, наоборот, хотят отгородиться от мира. Хотя сегодня это просто невозможно. И, собственно, вы говорили про проигрыш в кибервойне. Это в том числе поэтому, потому что невозможно заколотить двери в мир. Потому что Украина, она воюет не только армией, а она воюет всем народом. И она воюет горизонтально. И каждый человек, который пишет что-то в соцсетях, который передает информацию, является таким рядовым вот этой информационной войны. Поэтому, когда это живые люди, пока боты и всякие там компьютерные программы еще не умеют переигрывать живых людей. Пока живые люди, они более креативны, более избирательны. Поэтому пока не побеждают. Поэтому кибервойне Россия проиграла. Ну и есть мнение от Джона Кирби. Напомню, что это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Об этом он сказал в интервью телеканала «Дождь». Он сказал, что Путин демонстрирует неготовность завершить войну против Украины. По словам мистера Кирби, глава Кремля мог бы закончить войну без переговоров, если бы вывел свои войска с территории Украины. Что логично. Услышим сейчас мнение Кирби, вернемся к разговору. Это не война с Соединенными Штатами Америки. Это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне. Убийством мирных украинцев. Путин мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам. И мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома. Из интервью телеканалу «Дождь». Пока мы как раз говорим, Ольга, на момент нашего интервью разговора Владимиру Владимировичу на Камчатке, вещает, в том числе, могу сказать, один из его тезисов. Он сказал, цитирует, что трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе – это результат деятельности националистического режима, который в 2014 году захватил власть. Эту балалайку мы, в принципе, уже слышали, как она играет постоянно, вот эта пластинка на языке у Владимира Владимировича. Тонуговая стратегия, уже заканчивая наш разговор, какая ее ключевая цель, как мне кажется, как вам кажется. Ключевая цель – изменение риторики с борьбы с нацизмом на «мы защищаем свою страну». Чтобы что в дальнейшем? Не допустить восстаний определенных, определенных недовольств среди населения Российской Федерации? Либо же это, как всегда, многоходовочка, которую так любит Владимир Владимирович и его команда? Ну, вы знаете, во-первых, кажется, это такая подготовка к тому, что вдруг, нам говорят, что это, конечно, невозможно, но вдруг война переместится на территорию Российской Федерации. Да, понятно, что и так уже мы видим, что в Белгороде люди, в Белгородской области люди выезжают. Там и в Курской области всякие эксцессы случаются. Я уж не говорю про Крым, а само собой. Поэтому в приграничных областях уже паника. И чтобы каким-то образом сказать, что для того, чтобы это не происходило, надо больше добровольцев в Российскую армию. И вот вы говорили уже про увеличение, про указ про увеличение численности Российской армии. Указ-то написать легко. А откуда взять этих людей, если уже сейчас пытаются вербовать заключенных? Да, мы не просто про это говорим, не только про это есть свидетельские показания, но есть уже конкретный факт, когда заключенный, который был осужден на 25 лет лишения свободы за 5 убийств, погиб на Донбассе и, что характерно, получил медаль за отвагу, по-моему. Но я никого ни с кем не сравниваю. Я просто говорю, что во время Второй мировой войны Германия тоже привлекала заключенных. Это было в 1944 году. По данным BBC, сегодня мы озвучивали эти данные уже совместно с изданием «Медиазона», провели исследование и установили имена 6024 военнослужащих, которые погибли, выполняя бандитские планы Владимира Путина. Это, к слову, о том, что вы говорите о заключенных. Четверых заключенных уже, именно их, которые погибли, удалось идентифицировать, кто они, зачем они пришли, почему они воевали, собственно, против украинского народа. Это к теме той, что кремлевские издания, телеграм-каналы пишут о том, что мобилизация заключенных – это якобы миф. Совсем не миф это. Вообще, если можно так сказать, не миф. Ольга, спасибо вам огромное. Всегда вас рады видеть в нашем марафоне на телеканале «Фридом». Напомню, что Ольга Курносова была с нами на связи, политический аналитик, главный редактор портала, автор «Импайр».